МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Спасти хоккейный сезон". Холодильное оборудование в Ледовом дворце отремонтируют. 17 классов на дистант из-за ОРВИ. Какой была эпидобстановка в Сарове в сентябре. Многоликая акварель, новая выставка открылась в Зале искусства Маяковки. Далее расскажем обо всем подробно. В каждой школе обязательно должно быть организовано горячее питание. Замена его сухопайком недопустима. В санитарных правилах закреплены наборы продуктов, из которых должно состоять меню школьных обедов и завтраков. Важно учитывать количество белков, жиров и углеводов, микроэлементов и витаминов, а также калорийность блюд. Понятно, что белковая составляющая – это у нас рыба, мясо, молоко, молочные продукты, творог. То есть вот эта вот белковая составляющая. Значит, обязательно клетчатка должна быть, поэтому это овощи, фрукты обязательно тоже входят в обязательный набор продуктов. Углеводистая составляющая должна быть, поэтому в небольшом количестве. В блюдах важно исключить большое содержание соли и сахара. Кроме основного меню, если есть необходимость, в школе должно быть индивидуальное меню для детей, которые нуждаются в диетическом или лечебном питании. Плановые проверки в стране отменены. Внеплановые проверки и профилактические мероприятия Роспотребнадзор проводит в течение года. В среднем каждую школу посещают лишь один раз. Поэтому огромную роль в контроле за организацией школьного питания ведомство возлагает на родительские комитеты. В ходе своей работы родительские комитеты могут оценить меню, могут анкетировать, привести анкетирование, что нравится ребенку, что не нравится, посмотреть по количеству несъедаемой пищи, что больше не нравится детям, и посмотреть, в каком формате находится обеденный зал. Первое, на что важно обратить внимание, соблюдение гигиенических норм. В столовой должно быть чисто, персонал в перчатках и масках. Если родители видят, что какие-то блюда школьники не едят, меню можно пересмотреть вместе с руководством школы. А вот если выявлены нарушения, нужно обращаться в надзорные органы. На сайте регионального Роспотребнадзора есть специальная форма для обращения граждан, где можно оставить жалобу. Ремонту холодильного оборудования в Ледовом дворце «Быть» месяц назад на заседании комитета директор департамента по делам молодежи и спорта рассказала о том, что чиллеры больше не справляются со своей задачей, не морозят лед. Из-за этого сорвался финал прошлого хоккейного сезона и под угрозой сезон новый. Холодильное оборудование в Ледовом дворце установили еще в 2000 году. С тех пор оно выработало более 100 тысяч моточасов. Это в разы больше заложенного ресурса. Депутаты обратились в администрацию с просьбой внести в ближайшую корректировку бюджета финансирование на разработку проекта реконструкции чиллеров. Деньги на решение вопроса выделили. Увеличено бюджетное сигнование в сумме 341 тысячи рублей для предоставления субсидии Ледовому дворцу на ремонт системы ГВС. А также на ПСД 1 миллион 450 предусмотрено для капитального ремонта и реконструкции систем водоснабжения, вентиляции и кондиционирования в здании Ледового дворца. Как связана система водоснабжения, вентиляции и кондиционирования с работой холодильного оборудования? Этот вопрос возник у депутатов. Отсюда и сомнения. Точно ли в корректировке бюджета речь идет о ремонте чиллеров? Системы вентиляции, кондиционирования и изготовления льда они там вообще взаимоввязаны. То есть это оборудование таково, что там все системы связаны между самыми. Может это с этим и связано, и по документам. Эта система так и называется. Может быть. Уточнить вопрос народные избранники планируют уже на следующем заседании комитетов. Они попросили более подробно рассказать, каким образом будет организован ремонт холодильного оборудования в Ледовом дворце. Также корректировка бюджета предусматривает средства на ремонт дорог и центра культурного развития. Разработку ПСД на физкультурно-оздоровительный комплекс в 15 микрорайоне. Разработку ПСД на размещение камеры видеофиксации и нарушений ПДД. Поддержку учреждений спорта, образования и культуры. До 18 октября депутаты могут внести свои предложения в корректировку. Их поправки рассмотрит согласительная комиссия. Финальную версию документа примут на заседании Думы в конце октября. Инесса Олеговна Гришина работает преподавателем архитектурно-художественного отделения в детской школе искусств уже 25 лет. В начале пути роль учителя воспринималась как эксперимент. Методом проб и ошибок педагог выработала для себя особый подход к детям. Все задания основаны на какой-то фантазии, на каких-то преобразованиях. И поэтому ребенок, который очень хорошо фантазирует, у него это все очень здорово получается. И трудные какие-то задания, они превращаются в игру. На базе детской школы искусств Инесса Олеговна впервые в городе начала реализацию предпрофессиональной программы архитектуры со сроком обучения 5-8 лет. За это время воспитанники получают все базовые знания и навыки, используют их в дальнейшем обучении и профессии. Работа преподавателя в школе искусств, она дает ребенку творчески реализовать себя, не только просто для общего развития, но и профиориентирует его на будущее. То есть многие дети идут дальше в профессию, занимаются искусством, занимаются архитектурой. Еще один саровчанин, претендующий на звание нового созидателя – Вячеслав Викторович Лопашов. Педагог-организатор ЦВР работал в Руфеат Смнеев. Потом стал первым секретарем городского комитета комсомола. Стоял у истоков развития молодежных объединений КВН и патриотических организаций города. Я считаю, что сейчас это очень удачно, что сейчас много везде таких уже общественных организаций, они вновь создаются. На смену вот той вертикали, которая у нас была, это октябрят пионерий комсомол, сейчас приходит движение первых. Сейчас Вячеслав Лопашов – руководитель музея военно-исторической миниатюры молодежного объединения клуба «Победители», отделения движения первых в Саровском политехникуме. По мнению Вячеслава Викторовича, работа по сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма имеет огромное значение в рамках поддержки страны в непростой политической ситуации. Искажения нашей истории мы видим сейчас везде, повсюду. Современные события достаточно страшные. Кто-то задумал далеко идущие планы, и мы должны работать с детьми, с ребятами, студенческого возраста, молодыми рабочими, да и просто со школьниками, чтобы перестраивать их мозг как-то на то, что Россия великая все-таки держава, и если вы живете в России, то вы живете в России, ее поддерживать в любом случае надо. Посетителей музея «Оловянного солдатика» Вячеслав Викторович погружает в разные отрезки мировой истории, с упоением рассказывает о героях, про которых ничего нет в учебниках. Под его руководством студенты, которые состоят в военно-историческом клубе «Победители», активно участвуют в городских акциях, занимаются волонтерством, ухаживают за воинскими захоронениями. Многие воспитанники наших военно-исторических клубов, военно-исторических, патриотических, они сейчас находятся и в зоне своего, они находятся просто в рядах российской армии, то есть нас защищают. Я считаю, что это уже какой-то наш вклад в жизнь целой страны, хотя, казалось бы, маленький, наверное, солдатский. Проголосовать за ИНСу Гришину или Вячеслава Лопашова можно до 27 октября на портале гражданин страны «Росатом». Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Льготный заём по ставке до 10% годовых. Не первый год в регионе действует государственная микрокредитная компания для субъектов бизнеса. Она создана в целях поддержки развития предпринимательства. Организация представляет льготные займы по выгодным ставкам. Максимальная ставка – 10%. Такие приоритетные категории, как лица старше 45 лет, молодые и социальные предприниматели, бизнес-леди могут претендовать на заём со ставкой 5-6%. Эта микрокредитная компания действует не как коммерческий банк, учредителем её является правительство Международской области. И, соответственно, процентные ставки начисляются в целях более выгодных условий для субъектов предпринимательства. Эффективная процентная ставка является гораздо ниже, чем 10%. То есть переплаты минимальны. Чтобы получить заём, нужно иметь хорошую кредитную историю. При этом не должно быть задолженности по налогам. Займы целевые. Взять деньги предприниматели могут на приобретение оборудования, коммерческую ипотеку, автозаём или рефинансирование действующих кредитов. Ставка Центрального банка у нас растёт. Проценты на кредит в коммерческих банках тоже, соответственно, растут. То есть если у предпринимателя есть действующий именно предпринимательский заем в коммерческом банке, он может его рефинансировать совершенно спокойно. Пакет документов, конечно, объёмный, но вполне заполняем для субъекта предпринимательства. Срок кредитования до 36 месяцев. Максимальная сумма – 5 миллионов рублей. На сумму до миллиона рублей необходимо поручительство, если сумма кредита до 3 миллионов уже залог – движимое или недвижимое имущество. При займе от 3 до 5 миллионов – только недвижимое имущество. Эта займа очень популярен среди субъектов предпринимательства. Многие саровские предприятия уже активно им пользуются. Часто мы наблюдаем ситуацию, когда есть сезонные планируемые продажи. Можно взять этот займ, приобрести какие-то товары для дальнейшей перепродажи, очень быстро его погасить. Микрокредитная компания помогает и самозанятым. Так они могут занять до 100 тысяч по ставке 10% без залога, до 200 тысяч с залогом по ставке 8%, либо до 500 тысяч с залогом или поручительством по ставке 6% годовых. Еще нюанс, отличительная особенность от коммерческих банков, что может этот кредит, этот займ получить предприниматель, который действует менее года. Тот, кто находится только на начальном этапе. То есть это хорошая возможность получить ставтовое финансирование на льготных условиях. В этом случае к пакету документов добавляется только бизнес-план. Оформить документы и узнать подробнее о доступных мерах поддержки можно в Центре поддержки предпринимательства по номеру 9-92-64. 17 классов в 9 саровских школах отправили на дистанционное обучение в сентябре из-за вспышки ОРВИ. Также зафиксировали два случая заболевания сезонным гриппом у детей. Однако в первый осенний месяц саровчане болели реже, чем в прошлом году, сообщают эпидемиологи. Сейчас ситуация стабилизировалась. В сезон простуд родители просят быть внимательными и не отправлять детей в школу при первых же признаках болезни. Действенный способ профилактики – вакцинация. Вакцинироваться нужно предэпидемический сезон, как мы говорим. Чтобы было время в организме ребенка или взрослого, где-то нет 2-3 недели, чтобы на введение вакцины выработался иммунитет. Никто не говорит, что там стопроцентная защита от тяжелых форм. Но все-таки их значительно меньше и осложнений значительно меньше. Все наши вакцины против гриппа, которые существуют, которыми пользуются медицинские работники, они безопасны при применении. 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции среди взрослых зафиксировали в сентябре. По сравнению с 2022 годом цифра незначительная. В сентябре прошлого года число заболевших составляло примерно 4 тысячи. Однако ковид отступил не навсегда. Вирус мутировал. Новый штамм под названием перола оказался еще более заразным, чем его предшественники. В России его ожидают в декабре или январе. Факт того, что если новая разновидность, то вероятность того, что заболевание может вырасти, скорее всего, это будет так. Но будем надеяться, что такой огромной заболеваемости, которая была в предыдущие годы, когда мы просто задыхались, что называется, и люди болели в большом количестве, будем надеяться, что такого уровня высокой заболеваемости ковидом у нас не будет. Из-за аномально теплой погоды в сентябре фиксировали много укусов клещами. Всего обратились 123 человека, из них 27 детей, что превышает показатели сентября прошлого года в три раза. 68 клещей в лабораториях исследовали на возбудителей клещевых инфекций. Положительный результат получен в 14 анализах, в том числе в 12 случаях выявлены боррели и по одному случаю анаплазма и эрлихия. Зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом. Если клещ, когда кусает пострадавшего, он не содержит в желудке боррелию, которая вызывает заболевание, то есть в момент укуса нет в содержании, поэтому не может вызвать заболевание. Если же в момент укуса у клеща находится в желудке возбудитель, он при первых же впрыскиваниях в кожу возбудитель проникает в организм и возможность вызывает заболевание клещевым боррелиозом. Выросло в прошлом месяце число заболевших острыми кишечными инфекциями, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, опоясывающим лишаем микроспории, внебольничными пневмониями, ветряной оспой и болезнью лайма. Понятие «психическое здоровье» многие специалисты объясняют по-своему, но в основе лежит одна идея – это состояние благополучия и удовлетворенности жизнью, при котором человек может реализовать свой потенциал, справляться с трудными жизненными ситуациями и стрессами и в целом хорошо адаптируется к различным обстоятельствам. Все системы в человеке тесно связаны, и чтобы ежедневно поддерживать свое ментальное состояние в норме, необходимо позаботиться и о теле, и о душе. Изначально я бы посоветовала следить за своим состоянием, потому что наша психика напрямую связана с физическим состоянием. Выспался ли я, хорошо ли я кушаю, какой у меня уровень гормонов, не скачут ли у меня где-то какие-то параметры крови. Наблюдение за состоянием здоровья и профилактические осмотры – уже большой вклад в то, чтобы чувствовать психическую стабильность. Также не последнее место стоит определить тому, чем вы наполняете свою жизнь. Хобби, общение, семья, работа, личные ценности. В современном мире у человека много стресса, а из-за этого переживаний, тревог и депрессий. Психолог советует не копить в себе отрицательную энергию, а перенаправлять ее в другое русло. Спорт, занятие любимым делом, прогулка, расслабляющая ванна, правильное дыхание и медитация. По мнению психолога, адаптация к различным факторам жизни, как позитивным, так и отрицательным, «Основа психического здоровья». Чем более человек гибкий, чем более его мышление гибкое и разнообразное, тем меньше факторов может его сломать или подкосить. Если человек в каком-то из периодов своей жизни воспользовался своим действием, и это действие пошло ему на пользу, его мозг эти нейронные дорожки запомнит, и в дальнейшем будет использовать эти же действия, и неважно, насколько они приносят пользу человеку. Психические и психологические процессы в человеке тесно связаны, и иногда, чтобы восстановить баланс своего психического состояния, необходима помощь. Если вы чувствуете, что в течение 3-6 месяцев не можете справиться с негативными установками или страдаете от нарушения психических функций, то не стесняйтесь обратиться к специалистам. Благотворительная акция «Корзина доброты» стартовала по всей России с 2015 года, а Саров присоединился к ней в прошлом году. Волонтеры стоят с тележками на нескольких точках в больших продуктовых магазинах. Люди, которые заходят в супермаркет, получают листовку с информацией об акции. А на выходе из магазина все желающие кладут в корзину волонтеров купленные продукты. Человеку нужно приобрести товар, оплатить его и передать волонтеру, который находится в заказовой зоне. Акция организована для лиц, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это одинокие пожилые люди, пенсионеры, лиц СОВЗ, малоимущие семьи, которые стоят на учете в Центре милосердия. В Центре милосердия все продукты разбирают, фасуют и упаковывают. В «Корзину доброты» можно положить продукты с длительным сроком хранения. Даже одна пачка с крупой или банка консервов – уже большая помощь для тех людей, для кого сложно приобрести большой продуктовый набор. В качестве волонтеров на акции можно увидеть немало школьников. Мне нравится людям помогать, потому что на хорошее дело вышло. Приятно очень. А как люди вообще отрекаются? Люди? Ну, чаще всего людей много хороших, много плохих, но в среднем, я все равно думаю, хороших людей больше. Все стремятся помочь нам чем-то. Все приходят, просят, берут, что-то приносят по одной банке, но все равно пытаются помочь. Помочь нуждающимся можно не только в рамках акции. В Центре милосердия по адресу улица Пушкина, 24А, всегда принимают продукты питания, предметы гигиены, одежду, предметы быта и многое другое. Мы хотим обратиться, конечно, к сыровчанам, чтобы приносили продукты для нуждающихся, потому что с каждым днем их становится все больше. У нас много одиноких пенсионеров, которые нуждаются в помощи именно продуктовой, потому что они много тратят на лекарства, и совсем копейки у них остаются на закупку товаров, товаров продовольственных. Благотворительная акция «Корзина доброты» также пройдет в ноябре. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Многоликая акварель. Выставка с таким лиричным названием открылась в Зале искусств Маяковки. Акварель в изобразительном искусстве занимает особое место. Она – предвестник многообразных форм живописи, стилей и направлений. В экспозиции представлены натюрморты и пейзажи. Поразительная работа с цветом. Каждая картина художницы Елены Сельченковой хранит свое настроение и погружает зрителя в особый мир. Богатая и многоликая акварельная живопись позволяет оценить уровень мастерства художника. И кажущаяся простота и легкость, с какой Надеждой Сельченковой создают картины, в этой технике обманчива. Ведь акварелист должен обладать и развитым чувством цвета, и знать возможности различных сортов бумаги и особенности акварельных красок. И акварельная живопись требует мастерства владения кистью. Автор выставки – Надежда Сельченкова с 2019 года, член клуба «Арт Позитив». Также с 2020 года она состоит в городском объединении художники Сарова. Ее работы не раз выставлялись на площадках нашего города и далеко за его пределами. Так, с творчеством художницы познакомились в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Первомайске, Москве и Петербурге. Но в стенах библиотеки Надежда Ивановна представляет свои работы впервые. Познакомиться с работами Надежды Сельченковой вы можете в часы работы библиотеки имени Маяковского в Зале искусства. Приходите и насладитесь творчеством этого замечательного художника. Своими впечатлениями от увиденного можно будет поделиться в книге отзывов без возрастных ограничений. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Прячем эмоции, не можем наладить контакт с окружающими, замыкаемся в себе, надеваем маску. Снять ее, лучше понимать себя и других людей, проработать свои проблемы с опытным психологом предлагают в молодежном центре. Там стартует проект «Цикл психолого-профилактических игр за маской» победитель конкурса микрогрантов от Росмолодежь Гранты. Наш проект включает в себя психологические тренинги. Они направлены на то, чтобы повысить коммуникативные навыки молодежи, развить эмоциональный и социальный интеллект. Также молодые люди смогут повысить самооценку и найти новых друзей. Главная фишка проекта – это игра за маской, построенная по типу популярной игры «Мафия», благодаря которой молодые люди смогут рассмотреть различные альтернативы развития событий в сложных жизненных ситуациях, определиться с правильностью выбора. Итак, нам пришла идея воспользоваться популярной игрой «Мафия», «Мафия», но ее немного аккумулировать под наши профилактические, так скажем, запросы. А именно мы хотели разработать проект, направленный на профилактику девиантного поведения среди молодежи или противоправного поведения среди молодежи от 16 до 20 лет. 16-20 лет – один из самых трудных периодов в жизни человека, считают организаторы. Эмоциональная незрелость, период формирования жизненных целей и мировоззрения, самоопределение себя в этом мире. Важно помочь молодым людям понять их и услышать. В этом возрасте еще не всегда сформированы какие-то ценности жизненные. И часто молодые люди находятся на пограничном состоянии, между тем, например, как нарушить закон или идти по пути закона. То есть иногда ты вроде как и не хочешь его нарушить, но так вот получается, так складываются обстоятельства, потому что часто бывают рядом люди, которые тебя, например, провоцируют на свершение какого-то противоправного действия. Всего планируют набирать три группы. Каждая будет заниматься три месяца. Сейчас идет набор участников от 16 до 20 лет в первую группу. Первая встреча в рамках проекта состоится 11 октября в 16 часов. Записаться можно по номеру 99-313. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Когда журнал «Пионер» печатал повесть об этом мальчике, Сереже Каховском в редакцию приходили письма. Мальчишки и девчонки писали Сереже, просили его адрес, очень хотели с ним подружиться. Так написал в эпилоге книги «Мальчик со шпагой» автор Владислав Крапивин. Этому произведению уже полвека, но его герои и темы до сих пор вызывают отклик в детских сердцах. Благородство, честность, справедливость и мужество. После прочтения об этих качествах мечтали многие советские ребята и равнялись в этом на главного героя книги – 12-летнего Сережу Каховского. Написана она очень хорошим детским языком. И если кто-то из вас после сегодняшних чтений возьмёт её в руки, реальную эту книгу, электронную версию, аудиоверсию, или сходит в библиотеку и прочитает, я думаю, вы получите огромное удовольствие от всего, что там написано и что вы примете себе в душу. Вторая в этом учебном году встреча в рамках городского проекта «Читаем вслух» состоялась для учеников седьмых классов. Ребята по очереди читали первые главы из произведения. Вот напишут тебе в школу такую характеристику, что на всю жизнь запомнишь. Он отступил ещё на несколько шагов. Потом осторожно повернулся и зашагал по тропинке к шоссе. Школьники внимательно слушали всех выступающих, следя за линией повествования. Книга «Мальчик со шпагой» вызвала у ребят интерес. Многие из них захотели прочитать произведение полностью. Для кого-то опыт выступления «Начитаем вслух» был первым. Но все участники справились с задачей достойно. Мне понравился больше всего пёс и мальчик. Пёс, его так хорошо описал Крапивин, что сложилось такое впечатление, что пёс был как с подиума, красивый такой. А мальчик добродушный, всегда понимает, выслушает. Было очень интересно послушать ребят из других школ, послушать само произведение, о чём в нём говорится. Ну и я заинтересовалась этим произведением, я его обязательно прочитаю. Было интересно послушать других людей. Хороший рассказ, прикольный, мне понравился. Было интересно посмотреть, как другие читают. А так, да, хорошее ощущение. В следующем месяце запланированы две встречи. 2 ноября педагоги прочитают страницы романа Веры Китлинской «Мужество» и стихи Николая Доризо. А 14 ноября десятиклассники познакомятся с книгой Виктора Курочкина «На войне, как на войне». Имя Святослава Николаевича Фёдорова известно далеко за пределами нашей страны. Глазной микрохирург – один из участников внедрения радиальной кератотомии. Академик Российской Академии медицинских наук, член-корреспондент РАН, признан одним из выдающихся офтальмологов XX века. Его методы нашли признание среди зарубежных коллег, их стали применять во всём мире. Заветом Святослава Николаевича следует и в нашей больнице. Офтальмологическое отделение КБНР-50 возглавляет Владимир Лычёв. Под его началом работает 16 человек. Среди них Павел Орлов. Павел Игоревич 20 лет занимается этим направлением, помог спасти зрение многим саровчанам. Здесь оказывается помощь пациентам с заболеваниями органа глаза и у предаточного аппарата. Это пациенты с такими заболеваниями, как катаракта, то есть это помутнение хрусталика. Оказывается, им хирургическая помощь. Хирургическая помощь пациентам с глукомой – это заболевание, сопровождающееся повышением внутриглазного давления. Помогают здесь и пациентам с новообразованиями конъюнктивы, слизистые оболочки глаза, роговицы, век. К врачам офтальмологического отделения обращаются с дистрофическими заболеваниями. Атрофия зрительного нерва, дистрофия сетчатки и так далее. Много больных с диабетом, поскольку эта болезнь приводит к различным проблемам со зрением. Как говорит доктор, зрение обязательно нужно проверять раз в год, даже если каких-то проблем с ним нет. Чем раньше начнется лечение, тем лучше будет результат. Операции по поводу катаракты сейчас делаются пациентам очень молодого возраста. То есть у меня были пациенты 35 лет и меньше. Почему? Потому что методики изменились кардинально. Сейчас мы берем пациентов со стратой зрения 60-70 и больше процентов. То есть главным критерием хирургического вмешательства является неудовлетворенность пациента своим зрением. Универсальных советов по сохранению зрения или универсальных лекарств не существует. Большинство профессий сейчас связано с работой с гаджетами, монитором и бумагами. Постоянное сидение за компьютером, вопреки расхожему мнению, приводит не к патологии, а к функциональной перегрузке зрительного аппарата. Она в свою очередь ведет к спазму, аккомодации из-за которого глаз перестает четко различать предметы, расположенные как вблизи, так и вдали. Очень много пациентов, которые обращаются с головными болями, к неврологам, ищут у себя опухоли, делают МРТ. А на самом деле всего-навсего просто у них идет перегрузка аккомодационного аппарата вследствие их работы, вследствие отсутствия коррекции, потому что многие люди отрицают очки для работы вблизи. Даже вот мне сегодня на прием принесли книгу «Очки убийцы». К сожалению, зачастую люди пренебрегают и коррекцией, и гигиеной, не делают упражнения на разгрузку глазных мышц. В итоге путь у всех практически один. Рано или поздно они становятся пациентами офтальмологического отделения. 12 октября врачи-офтальмологи отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день зрения. Хочу вас всех поздравить с этим праздником, пожелать вам хорошей, спокойной работы, чтобы вас уважали на работе, чтобы ценили, и чтобы у вас все получалось. Мы всегда стараемся помогать больным, и я думаю, что и дальше будем стараться помогать, делать все, что у наших сил, для того, чтобы вам жилось лучше, чтобы у вас сохраняло зрение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова